Новости с жилищно-коммунальных полей расскажут вам, где дождь шел прямо в квартире и зачем новоуренгойцу срочно понадобилась моторная лодка. Дождь заставил жителей нескольких новоуренгойских дворов задуматься о покупке лодки. Так, житель дома по адресу геолога-разведчиков 2 спросил совета в социальной сети, как ему пробираться через лужу домой. Добрые комментаторы предложили разбежаться, чтобы вода не успела замочить обувь, купить лодку, ну или хотя бы резиновые сапоги. Также новоуренгойцы пожаловались еще на два адреса с подобной проблемой на улице. Это геолога-разведчиков 4 и микрорайон Дружба 1.2. Представители УГАДы рассказали, что для откачки воды есть только одна машина, и она обязательно доберется и до этих дворов. Обильные осадки создали проблемы и для жителей на дыма. Там дождь пошел не только на улице, но и в подъездах, а у некоторых жильцов даже в самих квартирах. Примечательно, что во всех домах этим летом прошел капитальный ремонт. Жалоб было столько, что ими заинтересовалась прокуратура. Теперь сотрудникам надзорного органа предстоит разбираться, насколько качественно отремонтировали крыши и куда потрачены деньги, выделенные на капитальный ремонт. А в другом деле ямальская прокуратура уже разобралась. Напомню, в ночь на 25 августа в Лабытнанге частично обрушился дом 88-го года постройки, в котором проживали две семьи. Как показали результаты прокурорской проверки, все произошло из-за того, что здание должным образом никто не обследовал, а потому все дефекты не были выявлены вовремя. Прокуратура внесла представление главе города и директору управляющей компании, а дом тем временем снесли. Жильцам предоставят новое жилье, равнозначное по площади. Портал недвижимости «Домофон» составил рейтинг 200 городов России по уровню чистоты. Новый рингой занимает в рейтинге только 65-е место, набрав при этом 6,3 балла. В список вошел еще один ямальский город Ноябрьск. Он занимает 108-ю строчку и оценивается в 5,9 балла. К слову, в прошлом году ни тот, ни другой вовсе не попали в рейтинг. Сергей Рунько, Дарья Ушакова, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24.